В эфире Народные новости. В студии Яна Сараева. Здравствуйте. В начале выпуска его основная тема. Задача ремонта высокого качества. В ходе очередного выездного совещания глава Мордовия осмотрел дороги на свет этих строя и в центре Саранска. Теперь и дворы в столице Мордовии активизировали дезинфекцию общественных мест. Первый раз первый класс. Как подготовиться к школе и сколько придется потратить родителям. Мордовия туристическая, отдыхающая в нашей республике россиянам, возместят часть затрат на путевки. Их служба и опасна, и трудна. 25 июля день работников следственных органов. Глава Мордовии Владимир Волков 22 июля провел очередное выездное совещание по вопросам дорожного строительства, в ходе которого был определен предварительный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги на территории городского округа Саранск. В совещании приняли участие председатель правительства Мордовия Владимир Сушков, заместитель председателя правительства министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, глава городского округа Саранск Петр Тултаев, руководитель управления автомобильных дорог республики Мордовия Валерий Резепов. Глава республики побывал во всех районах города и осмотрел дорожные участки, которые требуют ремонта в первую очередь. В числе наиболее проблемных внутриквартальная дорога от проспекта 60 лет Октября до рынка Ринг, западная сторона. Сейчас здесь идет ямочный ремонт. Глава Мордовии сделал дорожникам ряд замечаний по качеству работ. Главное условие для того, чтобы новое асфальтовое покрытие не разрушилось раньше срока, это соблюдение технологий. Если бы он был не остывший, во-первых, чтобы я его за поднецом сделал. Он у тебя уже остывший, и он у тебя расползается. Понимаешь? После осмотра этого участка глава республики пообещал жителям близлежащих многоквартирных домов однозначно включить эту внутриквартальную дорогу в перечень объектов следующего года. Нужно еще убрать хотя бы ямы сначала. А в 2021 году эту дорогу все равно на БГД сплошная улица будет. Стоит отметить, что внутриквартальную дорогу до рынка Ринг с восточной стороны отремонтируют уже в этом году. В ходе объезда территории городского округа главой Мордовии было осмотрено около двух десятков дорог, планируемых к включению в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом главная задача, которую ставит глава республики – делать капитальный ремонт высокого качества, чтобы не возвращаться к этим дорогам в течение 5-7 лет. В ходе выездного совещания Владимир Волков пообщался с жителями города, которые высказали свои пожелания как по ремонту дорог, так и по благоустройству своих придомовых территорий. Жильцы дома номер 73 по улице Коммунистической попросили помочь отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе. Глава республики пообещал решить вопрос в ближайшее время. Через пару, троечку недель сюда зайдут. Хорошо. Да, договорились. Да. Остальное здесь все ясно. По поручению Владимира Волкова, в течение ближайших 2-3 недель после проведения необходимых экспертиз городские власти должны представить окончательный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту. После чего на эти дорожные объекты необходимо подготовить проектно-сметную документацию и заключить контракты на следующий год, чтобы уже весной, как только позволит погода, приступить к ремонтным работам. 3132 жителя Мордовии уже выздоровели от коронавирусной инфекции. Число выписавшихся практически каждый день превышает число заболевших. Это результат большой и планомерной работы. В магазинах и транспорте люди носят перчатки и маски, общественные территории продолжают дезинфицировать. Заодно из таких обработок наблюдали мои коллеги. Их оружие – дезраствор. Цель – уничтожение всех вирусов на придомовых территориях. Свою работу дезинфекционная группа начала с улицы Гожувской на Химаше. Сначала проходит поливомоечная машина, за ней каждый уголок обрабатывают сотрудники Дома управления. К своей работе они подходят со всей ответственностью. В команде 4 человека с пролетарского ОВД, со всех Дома управления собрали по 2 человека. Ну сколько, 40 минут, в зависимости от того, как КАМАЗ едет. Потихоньку перед ним убираем то, что опрыскали, потом это. Он допрыскивает, и там женщины убирают тоже, тоже опрыскивают. То есть все работаем, ответственно все. В Саранске борьбу с вирусами и микробами во дворах активизировали с 23 июля. С этого дня дезинфекционные группы стали выезжать во все микрорайоны города и обрабатывать специальным хлоросодержащим раствором все детские площадки и скамейки у подъездов. Такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. От лица оперативного штаба города Саранска хочется обратиться к гражданам старшего поколения. Просьба, когда вы ходите на прогулки, общаетесь с соседями, отдыхаете на скамеечках, соблюдать социальную дистанцию, а также одевать средства индивидуальной защиты маски. Многие из жителей относятся к такой дезинфекции с опасением, другие же благодарят. Такие меры вынуждены, и сотрудники Дома управления просят отнестись с пониманием, ведь от этого зависит жизнь и здоровье людей. Юлия Емельянова, Сергей Соколов, Народные новости. Мордовия Туристическая Республика вошла в список регионов, путешествия в которых будет частично компенсировать правительство страны. Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение правительства направлено на поддержку граждан и развитие внутреннего туризма. При стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч, получат назад 10 тысяч. Возврат 15 тысяч рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей и больше. Среди условий получения бонуса направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма – водный, речной, экологический, сельский и культурно-познавательный. На частичную компенсацию расходов туристов на поездки по России правительство выделит 15 миллиардов рублей. Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более двух миллионов турпоездок. Программа будет запущена уже в августе этого года. В числе направлений, на которые распространяется компенсация, есть и Мордовия. Это значит, что в ближайшее время республику ожидает туристический бум. Добавлю, что Краснодарский край и Крым в список Ростуризма не вошли. Сборы ребенка в школу – это хлопотное, затратное, но в то же время приятное занятие. Нюансов и аспектов множество, как с моральной стороны, так и с материальной. Особенно у первоклассников и их родителей. Готовы ли саранские и вчерашние детсадовцы к учебе, как пойти в первый раз в первый класс без стресса? И что на этот счет советуют опытные педагоги? Об этом смотрите репортаж Ирины Герасимовой и Владимира Надькина. До вступления в один из главных этапов жизни – школьные годы – у первоклассники Дениса Потапова остался в запасе месяц с небольшим. Это время он проводит весело и с пользой. Каждый день гуляет с мамой и просто отдыхает. Денис с волнением ждет, когда сядет за парту. Я хочу пойти в школу на первое сентября. Я хочу учиться на все пятерки. В школе учатся письмо, уроки всякие задают, математику задают и английский язык. В семье Потаповых Денис не первый школьник. Дочь уже перешла в четвертый класс. Несмотря на уже имеющийся опыт сбора в школу, Елена признается – тоже волнуется. Словно в первый класс снова идет не сын Денис, а она сама. Ну, наверное, каждая мама меня поймет, как растут дети. Хочется, чтобы он был всегда малышом, но в то же время дети должны расти. Это неизбежно. Некая ностальгия, некая грусть. Но это радостное чувство. Освоится ли ребенок в школе? Подружится ли с одноклассниками? Найдет ли общий язык с учителем? Причин для волнения много. Главный совет всем родителям – успокоиться. Так считает учитель начальных классов 30-й школы Саранска Татьяна Шелтукова. Более 20 лет педагогического стажа научили ее деликатно и с душой подходить к такому важному периоду жизни ребенка, как переход в школу. Чтобы первоклассники и родителям легче было преодолеть этот рубеж, она предлагает прибегнуть к некоторым хитростям. Очень важно подготовить ребенка к режиму школы. Потому как в школе жизнь подчинена определенному расписанию, расписанию уроков, расписанию жизни вообще. И поэтому я всем своим будущим первоклассникам советую купить будильник. Очень важно у ребенка, чтобы возникло чувство радости. И поэтому покупка портфеля, пенала, ручек, линейка и других констоваров – это только по желанию ребенка. Своих же новых подопечных Татьяна Шелтукова еще не видела. Поэтому сама учительница волнуется не меньше, чем первоклассники. Очень переживает за будущую учебу. Надеется, что эпидемическая обстановка наладится. И первоклассникам не придется переходить на дистанционку. Ребенок, первоклассник, он нуждается в непосредственном контакте со взрослым. Он делает новые шаги, первые шаги в своей новой жизни. И самостоятельно пока шагать по дороге знаний он не умеет, он не может. И поэтому вот этот такой личностный контакт, он необходим. Да и вообще организовать процесс обучения в первом классе, я считаю, это достаточно сложно дистанционно. На лучшее надеются все. Поэтому покупку необходимых принадлежностей к школе на последний день не оставляют. Собрать ребенка в школу, особенно в первый класс, дело не только хлопотное, но и затратное. Список покупок немалый. От констоваров до школьной формы. Чтобы затраты не стали столь ощутимыми, лучше начать готовиться к школе заранее. Это, конечно, больше относится к констоварам, ранцам и другим принадлежностям, независящим от обстоятельств. Общая цена вопроса варьируется от пары тысяч до пары десятков тысяч рублей. По моим приблизительным подсчетам, именно собрать первоклассника в школу, мне обошлось порядка 18 тысяч. Но это мы еще не все приобрели. Конечно, выплаты от нашего президента Путина, 10 тысяч рублей, нам оказали существенную поддержку. Конечно, каждый выбирает по своим возможностям, но сберечь деньги хочется всем. Дороже и хлопотнее всего выходит школьная форма. Особенно тем, кто шьет ее на заказ. Для них выбор по ценовой категории и фасону ограничен. Больше повезло в этом плане родителям, чьи дети носят универсальную форму. Каждый родитель старается купить с запасом, что для девочек, что для мальчиков. Так как, наверное, все-таки это более практично для них, это их и можно понять. Поэтому выбирает с запасом. Что именно нравится родителям, то они и покупают. Им свое мнение, конечно, уже трудно как бы это навязать. Они сами всегда приходят уже, знают, что им нужно. Продавцы школьной одежды говорят, спрос на форму пока невысок. Пик продаж наступает чуть позже. К тому же многие родители опасаются, что дети успеют вырасти из закупленного впрок. В любом случае, костюмов и платьев хватит на всех. По этому поводу волноваться точно не стоит. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости. Работа идет полным ходом. В Розаевке всеми силами готовят к эксплуатации новый жилой дом по улице Трынова. Скоро 32 семьи получат возможность заселиться в комфортное жилье в районе с налаженной инфраструктурой. Причем часть квартир планируют предложить жителям, которые попадают в программу по переселению из аварийного жилья. Юлия Мамаева и Сергей Соколов побывали на стройке и готовы рассказать все подробности. Растет не по дням, а по часам новоселье не за горами. Это простроящийся дом по улице Трынова. Работа началась в ноябре 2019 года и с тех пор не затихала ни на минуту. Зимой здесь закончили кладку, весной завершили установку кровли. Сейчас строители подрядной компании «Сурострой» благоустраивают территорию, заканчивают прокладку инженерных сетей, ведут обшивку и утепление фасада. Совсем скоро 32 семьи получат возможность заселиться в новые комфортные квартиры. Часть из них получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Квартиры все большой площади, 60-70 квадратов, рассчитаны для молодых семей по ипотеке, по всем программам. И часть квартир будем предлагать по переселению. В планах по программе расселения из ветхого и аварийного фонда мы планируем выставить на продажу порядка 11 квартир. Квартира с индивидуальным отоплением, хорошая инфраструктура в этом районе, школа рядом, планируется строительство детского сада в шаговой доступности, автобусный маршрут в перспективе по этой улице рассматривается пустить, магазинчик есть рядом, детская площадка. Мы сейчас будем хорошего здесь делать для всех домов, парковки предусмотрены для транспорта. Проект готовили по самым современным стандартам в доме, и рядом с ним будут созданы все условия для комфортной жизни, работы и учебы. Вначале дом планировали сдать в эксплуатацию в ноябре этого года, но строители делают все возможное, чтобы сдать его еще раньше, уже в августе. За качеством выполняемых работ мы очень внимательно следим. У нас есть обязательства, потом 5 лет следить еще за этим домом, гарантийные обязательства, и мы максимально следим за качеством работ. Из-за качества материалов, за качеством работ, но где-то какие-то, если что-то огрехи в ходе строительства появляются, мы их быстро стараемся оперативно исправить. Жители Розаевки окончание строительства ждут с нетерпением. Впрочем, до знаменательного события осталось совсем недолго. Юлия Мамаева, Сергей Соколов, Народные новости, Розаевский район. Докопаться до сути, выяснить все детали, восстановить справедливость. Есть задачи непростые, но следователи решают их каждый день. Их служба, как в известной песне, трудна и опасна. Их роль в раскрытии преступлений велика, но не бросается в глаза. 25 июля сотрудники следственных органов отмечают свой праздник. В его преддверии мои коллеги познакомились поближе с этой профессией и готовы поделиться впечатлениями. В следственном управлении Следственного комитета по Мордовии работают сотни сотрудников. Это следователи, дознаватели, криминалисты. Штат активно пополняется молодежью. Один из начинающих, но перспективных специалистов Кирилл Нестеров. Стаж у него пока небольшой, но стать следователем – давняя мечта молодого человека. Учебу в университете совмещал с работой общественным помощником, затем служба в армии и только после этого приступил к расследованию преступлений. Я был трудоустроен на должность следователя Кавылкинского межрайонного следственного отдела. В данной должности я проработал непродолжительный период времени, после чего был переведен на должность старшего следователя Зуполянского межрайонного отдела, где проработал вплоть до января текущего года. В январе текущего года мне была предложена должность, которую я в настоящее время занимаю. За четыре года работы расследуемых дел было много. Большинство правонарушений раскрыто, виновные понесли заслуженное наказание. Однако свое первое расследование Кирилл Нестеров помнит хорошо. В Калакинском международном следственном отделе оно было небольшой категорией тяжести. Оно предусматривало ответственность в виде лишения свободы сроком, насколько я помню, до двух лет. Это было незаконно принятное жилище на территории Калакинского района. А насколько я помню, приговором Нестерского районного суда лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Оно хоть, скажем так, было не самым сложным в расследовании, но возможно и было отчасти сложным, потому что это было первое мое следственное дело. Но оно было самым запоминающимся в том плане ответственности к подходу его расследования. О выбранной профессии не пожалел ни разу. Считает, работа должна приносить удовольствие и помогать самореализовываться. Без этого служить с полной отдачей не получится. Не будем перечислять все банальные качества, назовем это упорство в достижении намеченных целей, потому что без этого тяжело будет работать. Следующее – это качество, которое я хочу назвать решительность и смелость принятия процессуальных решений и проведения следственных действий. Работа следователя непроста и очень важна. От профессионализма и ответственного отношения зависят человеческие судьбы. Новые задачи перед сотрудниками следственного управления ставятся каждый день. Их цель – раскрывать дела, наказывать преступников и восстанавливать справедливость. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости. Агрария Никитина, Евгений Фролкин. Горох – это такая культура, которая ее убирает только лишь желательно, чтобы солнышко калило. И по-влажному оно вообще бесполезно. То есть уборки не будет происходить. То есть комбайн просто не будет прокашиваться. Если будет завтра сухая, жаркая погода, то завтра постараемся выйти. Ливень для растений вода в страду явление неприятное, но паниковать пока рано. За дело берутся профессионалы. На этом участке 45 рабочих. Им в помощь современная техника. Только в этом году автопарк предприятия пополнили 4 новых комбайна. На данный момент здесь у нас находится 26 комбайнов. Это что по комбайнам? А по перевозке в зависимости от урожайности. На сегодняшний день было 12 единиц. За неделю, что идет уборочная, работа кипела только 3 дня. Время новых рекордов. Урожайность для этих полей небывалое. Почти 47 центнеров с гектара. В нашем районе сев зерновых 30 300 гектар. Из них горох 21 400. В целом по району озимая пшеница 4 300. Ячмень 3 700. Яровая пшеница 1760 гектар. На Чамзинских полях еще растет раб, свекла и кукуруза. Их убирать начнут ближе к осени. А вот озимые в начале августа. Техника готова хлеборобы тоже. Однако последнее слово за погодой. Ирина Пятина, Евгений Фролкин. Народные новости. Чамзинский район. Сильный ветер и туман не стали проблемой для съемок очередного выпуска программы «Рыболовные истории». Авторы прекрасно провели время на берегу деревенского пруда. Видеоотчет смотрите на канале НТМ 23 июля в 20 часов 10 минут и в 23 часа 10 минут. Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Вячеслав Кузьменко. Это программа «Рыболовные истории». Вместе с оператором Евгением Фролкиным мы приехали в село Салма Армадановского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова